В этом году, 26 апреля, исполнится 29 лет самой страшной техногенной катастрофе 20 века. Авария на Чернобыльской атомной станции нанесла огромный ущерб не только странам, входившим в состав Советского Союза. Радиоактивная пыль осела и в других регионах планеты. Ведь даже за океаном встречаются зараженные места. В преддверии памятной даты рязанские активисты Союза Чернобыль открыли музей, посвященный героям-ликвидаторам чернобыльской аварии в Солочинской школе-интернате. Сотрудничество наше началось с того, что организовалось возрождение казачества. Совместно с атаманом, мы нашли эту школу, здесь нас приветливо встретили. Обустраивать музей рязанским чернобыльцам помогали дети из школы, потому что, как объясняют воспитатели, ребята с живым интересом слушали рассказы ликвидаторов. Можно рассказать очень много, чтобы ребята выросли достойными людьми. И что такое дети там на этой селе, это дети поработают. Это из нецельных, неполных семей, которые именно нуждаются в этом, для того, чтобы их поддержали. Ликвидаторов чернобыльской катастрофы из Рязанской области было свыше двух тысяч человек. Три четверти из них стали инвалидами первой, второй и третьей группы. И, к сожалению, прошедшие 29 лет оставили в строю все меньше и меньше ликвидаторов атомной аварии. Эти люди спасли многие тысячи жизней, и очень важно, чтобы их подвиг не остался забытым.